Так вот, и, в общем-то, да, изо дня в день работаю с нейросетями с того самого момента, как появилась вся эта реклама, ну и начинал мой опыт, конечно же, с чата GPT, с самых вот этих первых версий, немножечко нудных, немножечко глупеньких, но эта глупенькая версия до сих пор осталась, это версия 3.5, сегодня тоже так буквально в демонстрационном режиме вам покажу на ознакомлении. Если у вас возникнет когда-то вопрос, да, как, в общем-то, вы получили доступ, не знаю, к нейросетям, ну, точнее, к нейросетям, а конкретно к чату GPT, то тут все просто. Да, у нас санкции, у нас им пользоваться нельзя, поэтому прибегаем немножко к другим методам, в общем-то, виртуальный номер, другая страна, VPN, и, пожалуйста, можно пользоваться. Звучит сложно, да, согласен, поэтому достаточно много всяких различных альтернатив, которые я тоже буду показывать, которые работают как, они берут полностью всю базу текущего чата GPT, ну, и, соответственно, работают точно так же, как этот чат GPT, ничуть не хуже. Причем то, что я вам покажу, подобие чата GPT, оно абсолютно бесплатно, регистрация свободная откуда угодно, и VPN мне нужен. Да, поэтому как-то так. И, как я сказал, пользуюсь каждый день, в общем-то, разработка, разработка, она же все, не согласен, не всегда очень хорошо помогают, в общем-то, нейросети, но бывают, так сказать, прозрения, бывают прозрения, ну, и в основном у меня нет такого, что я полностью скинул и говорю, сделай, да, там что-то или сделай, или ответь на что-то, все равно гораздо интереснее использование нейросети, когда, в общем-то, ну, для идей каких-нибудь, да, то есть, понятное дело, что он напишет какой-нибудь алгоритм, что-то, возможно, неправильно сделает, ну, и все равно самому приходится лопатить, самому приходится что-то переделывать и так далее. Хорошо, в общем-то, если сейчас какие-то вопросы у вас есть, можете задавать, если нету, то давайте сделаем тогда так. Так, у меня есть список, в общем-то, всех вас, давайте тогда вот что сделаем сверху вниз, я буду называть имя, фамилию, заодно и буду отмечать присутствующих на занятии. Мне интересно вот что, какой у вас был опыт с нейросетями, неважно, даже если просто слышали, не стесняйтесь об этом сказать, потому что все мы здесь пришли чему-то учиться, что-то узнавать. Поэтому, так, секундочку, Алексей, да, я только что увидел вопрос, да, конечно, без проблем, каждый раз буду записывать. Так вот, я говорю, вопрос, в общем-то, о вашем опыте работы с нейросетями, ну, в общем-то, почему пришли, возможно, что-то хотите сделать, возможно, чему-то хотите научиться, возможно, кто-то просто хочет ознакомиться. Поэтому давайте, Анатская Ирина, начнем с вас. Да, видим, у вас только микрофон выключен. Сейчас слышно? Здравствуйте. Здравствуйте. Видели вид? Это Майами. Вид, который никогда в жизни не будет у меня за окном. Значит, я пришла сюда за новыми знаниями, и у меня такое дело есть, ребята. Старый, ну, ряд предшествовало событий. В общем, я волонтер, у меня коты. И я не знаю просто, куда их деть. Мне надо их срочно раздать, потому что жизненное обстоятельство не позволяет мне их держать и ими заниматься. Вот. Значит, про... Уже что я не делала? Фотографии, конечно же, плюс просила помощи волонтеров. И знаете что? В чате GPT я тоже просила, чтобы писать красивые тексты. Котик или нос? Ему всего лишь один год, а он уже умеет пользоваться лотком. Ну, как цветочкой. Но он же умеет пользоваться, когда ему месяц. Ну, в общем, чат GPT вот такой выдавал. Хотя некоторые вещи, если озадачить правильно, то можно там и посмеяться. Вот. И мне нужна именно инспирация, вдохновение, чтобы узнать что-то новое, чтобы уметь пользоваться вот этими современными всеми технологиями для рекламы этих и раздать их, чтобы начать спокойно жить. Ну, и заниматься своей жизнью, а не ими. Вот. Я сталкиваюсь. Ну, а еще хорошо. Еще моя подруга, там же 50 плюс лет, прислала мне какие-то картинки. И там фотографируешь себя, и дается там где-то худую. Меня там изобразили с разными волосами. Ну, в общем, такие, вы знаете, наверное, эти штуки. Ну, 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 да. Самое главное, надо было фотографию красивую сделать. А я была уставшая и не улыбалась. Надо было сделать. И они по этой фотографии, а ты еще дай нашу ссылочку, пришли еще кому-то, и тогда у тебя будет еще 50 аватарок. А если ты еще пришлешь, то еще там будет. Ну, то есть они вот, знаете, это какое-то, да, это какое-то. Я потом удалила, потому что, ну, как бы, какой мне 50 аватарок там со всеми, всем мультяшные герои, наверное, современности я была. С моим лицом они были. Ну, вот такое. Ну, весело, конечно, в моих реалиях, то, конечно, я посмеялась, но потом все равно не такая жизнь сейчас. Я потом это удалила. Ну, вот такой опыт. Я вас понял. Спасибо большое, Ирина, за развернутый ответ. Это само собой. Я просто помню, как-то мы составляли с прошлой группой еще промпт по тому поводу, что делать с котом, если он гадит мимо лотка, и на самом деле очень там какой-то достойный ответ был. Поэтому надо, надо попробовать. Я даже вспомню этот промпт. Случайно лоток. Он сидит в лотке, просто он жопу выставляет на лоток, и так получается. Надо два лотка поставить. Это просто случайно так получается. Может, он не ходит. Так получилось. Я выхожу. Хорошо. 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 Следующий Александр Васильевич Крек. Добрый день, коллеги. Меня зовут Александр. Я HR-директор одной крупной IT-компании с белорусско-российскими корнями. И если говорить по работе с нейросетями, то я активно использую прежде всего текстогенерирующие нейросети не только для разработки каких-то документов, либо, допустим, для каких-то текстовых блоков, но и в аналитических сводках, насколько это возможно для формирования выводов, для формирования предложений. И мне хотелось бы усилить мой навык работы с нейросетями в первую очередь для того, чтобы экспериментировать это как в работу моего департамента, так и в свои собственные рутинные задачи. Понятно, Александр. Спасибо обязательно. Будем, в общем-то, все это проходить. Особенно я примерно понимаю, какие... Ну, если вы HR-директор, я примерно понимаю, какие вам нужно писать тексты и что, в общем-то, нужно делать. У нас будет занятие конкретно по копирайтингу и правильному составлению промптов, поэтому обязательно покажем, кто там будет. Хорошо, спасибо большое. Так, давайте дальше. Лисиченкова Наталья. И Сенчикова Наталья. Сенчикова, да. На самом деле у меня нет вообще никакого опыта общения с нейросетями, просто они сейчас абсолютно везде. и многие мои друзьями уже пользуются и в учебе, и в творчестве, и мне хотелось бы расширить мой кругозор. Я вас понял. Вполне нормальная просьба, вполне, точнее, нормальное желание, вот особенно в учебе. Но я чувствую, что если бы в тот момент, когда я учился в университете, у меня были бы нейросети, и в принципе тогда нейросети были, да, я просто в 21-м году закончил, поэтому пока что немножечко без вариантов было, да. Мне кажется, я бы не учился. На чистоту. Потому что вполне себе стандартная ситуация. Я, не знаю, может, настолько преисполнился в этом деле. В очередной раз, когда ко мне студенты подходят с лабораторной работой, и я просто понимаю, что это нейросеть. Особенно я понимаю нейросеть, когда я задаю буквально один вопрос, и, ну, как бы, да, все становится очень понятно. Но дипломы какие-то, не то, что на какую-то техническую часть или практическую часть. С практической частью бывают иногда проблемы. А вот что касается теоретической части, то есть оформления как раз-таки самого диплома или самих курсовых работ, с этими задачами очень неплохо справляется. Поэтому и научим, как в учебе этим заниматься, и, в общем-то, в принципе, расскажем, покажем про нейросети. Хорошо, Маринчик Велта, Игоревна. Здравствуйте, Афа меня. Здравствуйте. Да, Василий. Я дизайнер, и хотелось бы просто использовать новые технологии, решить какие-то задачи для себя, скажем так. Ну, и тоже немножко в ногу со временем где-то применять, где-то упрощать жизнь, где-то, может, посложнять. То есть связано с профилем, может, тоже. Я вас понял, да. Ну, на самом деле, для дизайнеров тоже есть, в общем-то, решение. Будем обязательно проходить. Есть тоже большое количество интересных нейросетей, которые, ну, вполне и я использовал в практике, и мое окружение как-то в практике используют. Ну, касательно, и так как я больше во всяких разных IT-технологиях, да, банальное создание сайтов. В общем-то, всякие разные иконки, интересные рисунки, интересные бэкграунды для сайтов вполне себе спокойно можешь создавать. Да, это такая история, поэтому по вашему профилю тоже все покажем и расскажем. Так, хорошо, спасибо большое за ответ. Следующий человек – это Мария. Мария, вы с нами? Не вижу в списке. Хорошо. Тогда поставим, что нету. Может, появится. Так, Николай. Это, видимо, я? Да, Николай Хаткевич. Если это вы, то точно. Значит, я сюда пришел чисто по золоку целях, ибо я пенсионер, и мое любимое хобби – это делать видео из кусочков, складывать целиком, ну, освоивать монтаж немножко. И вот хотел бы применить, говорят, что намного упрощает знание нейросетей, достаточно отдать команду голосом, объединить два ролика в один, и он это делает. Так ли? Ну, смотрите, Николай, возможно, такой, конечно же, функционал или инструментал есть, но реклама, да, всегда очень пестро и красиво рассказывает о всяких разных интересных вещах, но никто никогда ничего, так сказать, не рассказывает так, как есть. Из моего опыта работы с нейросетями для какого-либо создания видео, редактирования видео, да, то есть всяких разных историй, да, есть нейросети, у которых достаточно неплохой функционал, в общем-то, огромный просто такой инструментарий, можно выбрать все, что угодно, и обрезать видео, и какое-то конкретное, ну, там, возможно, дефект какой-то на видео, да, есть, или какой-то персонаж на видео есть, которого, ну, хочется вырезать, а не хочется сидеть и самому заниматься этим, там, в каком-нибудь, не знаю, Sony Vegas или что-нибудь такое, просто не знаю, какие инструменты используете. Но есть такое одно небольшое но. В пробной версии, или же просто в бесплатных версиях, это все довольно-таки ограничено. То есть, нет, я прекрасно понимаю, что всем нужно зарабатывать, особенно те, кто что-то делает, да, разрабатывает в плане нейросетей. И на самом деле очень много, это не только относится к этим нейросетям, в каком-то подавляющем большинстве случаев за платным, за платной подпиской скрывается как раз-таки весь основной функционал. И это, в общем-то, небольшая проблема. Но, но, обычно это работает как? Можно посмотреть какой-то большой объем нейросетей, да, выбрать то, что подходит, подходит, ну, исходя из пробного периода, да, что-то выбрать, что-то посмотреть, а потом уже, в общем-то, приобрести себе какой-либо полный, там, платную подписку, да, или полный доступ ко всем, в общем-то, возможностям. То есть, да, у нас будет тема, где будут разбираться нейросети для какого-то видеоконтента, и, в общем-то, покажем, так сказать, и расскажем. Я с вами по вашему профилю тоже, да, найдется. У меня просто по опыту с прошлого занятия людям надо было заниматься копирайтингом. Я показал буквально там 5-6, наверное, нейросетей для копирайтинга. Мы везде просто во всех этих нейросетях потренировались, все потрогали абсолютно. И в конце занятия человек попросил рассказать ему, как, в общем-то, приобрести платный доступ, купил себе платный доступ, пользуется, радуется. Поэтому как-то так. Спасибо. Все, хорошо, Николай, спасибо большое, что вы рассказали. Я вас услышал. Так, Алексей Леонидович, Селивоненко, есть вы? Виша. Добрый день. Здравствуйте. Интересная команда собралась. HR-директор Билл Харт. Очень приятно находиться в этой компании. Значит, минимальный опыт с нейросетями, вот, в основном, которые пишут текст, пользуюсь по работе, в написании неких документов. Ну, не более, хотелось бы, как бы, углубиться, вот, посмотреть с максимальной возможности. Ну, поэтому здесь. Ну, все? Все, спасибо вам большое. Так, хорошо. Следующий у нас это Татьяна Смоликова. Вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Всех приветствую. Да, компания у нас очень разношерстная, но это интересно будет, понаблюдать за всеми, какой мы опыт приобретем. Я работаю преподавателем, доцент кафедры межкультурных коммуникаций и рекламы Университета культуры и искусств. Ну, у меня чисто такой прагматический интерес. Молодежь всегда знает сейчас уже больше, чем мы. Я это прекрасно понимаю, что наши учебные программы отстают. Моя цель, конечно, совершенствовать свой опыт. Мне дети что-то скачали какие-то, не скачали, вернее, а дали ссылку на нейросети. Я самостоятельно пишу, пробую какие-то промпты. Безусловно, они мне помогают снизить нашу бумажную нагрузку, потому что без них я бы это ковыряла целый день, а так я это делаю за три секунды. Спасибо, что они появились. Но вы понимаете, это есть и благо, и опасность. Я еще занимаюсь наукой параллельно. Мне здесь интересно еще узнать, куда это ведет и какой опыт вообще мы будем иметь в будущем для нашего молодого поколения и для нас. Поэтому у меня будет очень много вопросов. Я сразу предупреждаю, мне надо все на самом деле. И видео, и копирайтинг, и безопасность, и креатив, чтобы как уметь создать правильные, написать правильные промпты для того, чтобы мне сгенерировать какие-то идеи, которых мне, может быть, не хватает. Естественно, буду задавать вопросы. У нас сейчас антиплагиат явно показывает, что сгенерирован текст, что это не авторский текст, что это, в общем-то, нейросети или взят откуда-то. Есть ли механизмы обхода, скажем, антиплагиата? Может быть, какие-то фишки подскажете, как четко распознать, текст писал студент или нет? Ну, фактически я где-то уже вижу это, да? Но, тем не менее, может быть, есть какие-то еще дополнительные моменты. Это не к тому, чтобы их наказывать, двойки ставить и так далее. Просто быть компетентной в некоторых вопросах. Потому что сегодня при защите дипломных работ уже говорят очень сложными терминологиями. Хорошо, что где-то какими-то вещами интересуюсь и начинаю задавать вопросы и не получаю правильных ответов. То есть ставлю пока студента на место. Но если я, в общем-то, не изучу ваш курс и не буду этим заниматься, я буду профнепригодной в ближайшие несколько лет. Поэтому вот я пришла к вам чисто для того, чтобы поддерживать, так сказать, свой профессиональный уровень и совершенствовать свои какие-то навыки. Спасибо большое, Татьяна. Да, прекрасно понимаю просто ваше желание, вашу позицию, да, и вот это все узнать и так далее. Ну, на самом деле, спустя какое-то время, да, в общем-то, пользование нейросетями все-таки приходит осознание того, нейросеть это сделали, нейросеть. Я сегодня попробую поискать, в общем-то, мне дипломники, ну, я же тоже преподаватель, у меня есть мои дипломники, которых я дипломный руководитель. И вот пояснительные записки, которые мне скидывают, ладно, на них просто нужна моя, в общем-то, подпись, я там не их нормконтрольщик, не я должен проверять и вчитываться сильно в текст. Ну, вот просто не было, наверное, ни одного человека, нормконтрольщик не должен проверять и вчитываться сильно в текст. Ну, вот просто не было, наверное, ни одного человека, который бы мне скинул, и я такой, о, что-то новое, что-то написанное ручками-ручками. Нет, это на самом деле очень весело наблюдать. Могу, наверное, сразу так заранее сказать, наверное, самая вот действительно отличительная черта нейросети, нейросети, ну, конкретно текстовых нейросетей, чата GPT, не знаю насчет других нейросетей, хотя плюс-минус такая же история получается, очень много списков. То есть вся информация дается в виде списков. И, возможно, начало, то есть какая-то шапка будет как-то немножечко отличаться, но, в общем-то, большое количество списков. Ну, почему, если вы задаете ему, просите то же самое, повторить только в прозе, он вам напишет и прозой, как бы без списка повторить все это немножечко, как бы, другим способом. Трудно пока отличить и доказать о том, что это нейросеть. У нас таких пока механизмов нету. Все зависит от студента, и все зависит, наверное, от умения задать вот этот фронт правильный, да, который сможет, есть нейросеть, которая дает прямо ссылки, откуда он взял эти утверждения, да, и он красивенько это все оформляет. Конечно. Здесь ничего не поспоришь и говоришь, да, теоретическая часть у тебя разработана, хотя это не он сделан на самом деле, а нейросеть все ему сгенерировала, собрала в один большой документ, он это все разбросал, оформил по требованиям и сказал, уважаемые преподаватели, я все прочел, все знаю, вот, пожалуйста, моя работа. И вы обескуражены, обессилены, вы знаете, что человек нулевой, а он вам принес текст, в общем-то, с методологией, с конкретными фамилиями, причем зарубежных, там, западноевропейских, американских и наших белорусских, даже и российских отдельно, вот все полностью отшлифовано, структурировано, кто где чем занимался, какие понятия давал и так далее. Понимаете, да? То есть уровень, спрашивается, зачем преподаватель, когда, в общем-то, можно любую курсовую или диплом написать вот таким образом. Поэтому, ну, будем с вами потом общаться, смотреть, что у нас получается, да, возможно. У меня, например, грустные предсказания, что я думаю, что нейросети, они совершенствуются, мы этого просто даже не замечаем, не знаем. Я думаю, что мы скоро перестанем это их отличать. И у меня, например, грустные предсказания, что я думаю, что нейросети, они совершенствуются, мы этого просто даже не замечаем, не знаем. Я думаю, что мы скоро перестанем их отличать и не сможем ничего доказать. И я условно даже догадываюсь, что, может быть, технологии перейдут в тот ранг, где антиплагиат уже ничего не сможет сделать с ними. Он не сможет показать. Ну, он может показать, что это тексты откуда-то, ну и что, ну и что, авторские. Не сможет он иногда. Я думаю, что нейросети дают и дают. Ну, скажу так, я тоже когда-то задавался вопросами касательно антиплагиата. Мне, потому что было это интересно. Ну, самый какой-нибудь, я не знаю, стандартный антиплагиат. Ну, как стандартный антиплагиат? Не платный, конечно, антиплагиат, а, в общем, какой-нибудь бесплатный. Он и так, и так плоховато работает. Но там он показывал достаточно сколько? Я не помню. Вроде бы в районе 80-90% он мне показывал то, что это все собственная наработка. Оригинальный текст, да? Да, да, да. Супероригинальный текст. Ну, на самом деле... Так, секундочку. Кто-то что-то... А? Вот это, по всей видимости, тот, кого мы пропустили. Да? Нет-нет-нет, это я с компьютера просто захожу. Ага, да. Я просто проверял, у нас Марии не хватает, поэтому... Сейчас я выйду с телефона и с компьютера стою. Угу. Так, хорошо. В общем-то, задавался вопросом, можно ли как-то проверить нейросеть. Все. Просто единственное, что делает нейросеть... Ее же на чем-то обучают. Обучают ее на тех же самых текстах, которые находятся в интернете в открытом доступе. Поэтому взять этот текст, немножечко его перефразировать, по сути, получится то же самое, что студент сидел, ну, и там какой-нибудь раздел делал на протяжении, там, 30 минут, условно, да. То есть точно так же перефразировал. Можно попросить еще раз этот текст немножечко перефразировать, и она замечательнейшим образом все это перефразирует. Да, есть такая, есть якобы проверка на то, что текст написан нейросетью, но все эти сайты показывают, что текст не написан нейросетью, хотя текст напрямую из нейросети был взят. Либо же, либо же, они наоборот показывают, что этот текст был написан нейросетью, хотя текст был взят просто с первого попавшегося сайта. Поэтому какого-то, наверное, стопроцентного механизма в этом плане я пока что еще не встречал. Возможно, конечно, что-то сейчас добавилось, что-то изменилось. Плюс где-то я видел один лайфхак, мы сегодня его попробуем. Где-то я видел, что если спросить у чата GPT, он ли написал этот текст, то он ответит. Хотя я немножко под сомнение это все-таки ставлю. Не проверял просто эту историю, поэтому будет сегодня повод проверить. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо вам большое, Татьяна. Так, давайте дальше. Дарья. Слышно меня? Да, слышно. Всем добрый вечер, меня зовут Дарья Шевченко. Я практикующий, уже 17 лет юрист. Полгода назад попробовала свою первую нейросеть ЧАДЖПТ, 3.5 еще тогда, и просто заболела нейросетями, потеряла сон, перестала есть. Стала заниматься только поиском, исследованием нейросетей. И дошло все до того, что я завтра оканчиваю курс машинного обучения, data science. А сегодня в Белхард Академии тоже. Начала изучать язык Python, снова программирование, язык Go. Ну, как-то мне это уже интересно с технической точки зрения. Хотя начиналось все с того, что я хотела заниматься промтингом. Моя цель была промт инжиниринг. Пока она еще, цель это, актуальна, но как-то уже все больше глубоко идет на исследование нейросетей, обучение нейросетей. Поэтому промт инжиниринг пока все-таки давайте поработаем с ним. Да, промт инжиниринг на самом деле интересная, в общем-то. Интересная тема, но, наверное, все-таки самые интересные под какие-то творческие, креативные промпты касательно их составления, да, я видел, наверное, на нейросетях, генерирующих картинки. То есть вот там действительно прям огромное поле для творчества, потому что можно задать все, что угодно, и описать это тоже как угодно. Ну и нейросеть уже как-то под это подстраивается и заполняет. В текстовых нужно чуть больше уточнения. Вот я, в общем-то, что заметил. То есть, честно говоря, не получится. Во-первых, нужно, да, нужно больше уточнения, то есть нужно прямо расписать, что надо, как надо, и прямо вот все досконально и подробно. Тогда просто вариант ответа будет очень правильный. Ну, максимально приближен к правильному, либо правильный. Ну, или бывает такая история, что не стоит текстовые нейросети нагружать огромным количеством заданий. Вот это я тоже, в общем-то, заметил. Как-то, кстати, это тоже в преподавательскую тематику, Татьяна, да. Как-то я хотел сделать, ну, у меня были уже готовые билеты к экзамену, но мне хотелось сделать, в общем-то, какие-то посвежее билеты, да, сделать что-то интересное, какие-нибудь практические задания интересные и так далее. И я загрузил всю необходимую информацию в чат GPT, он мне сгенерил билеты, но все равно пришлось какое-то энное время потратить для того, чтобы убрать дубли, заставить его где-то что-то посложнее сделать или еще. Хотя пром был написан, в общем-то, максимально подробно. То есть, ну, какой-то, наверное, идеальной прям механики нет, но такие основные правила для составления, конечно же, они есть. Поэтому созданием промптинга тоже позанимаемся. Особенно на создании картинок, я вас уверяю, очень сильно вам понравится. Иван, еще хочу дополнить. Вот как раз-таки хорошо, что вы заговорили о промптинге для более графических, да, нейросетей, которые создаются. Эта тема меня не интересует от слова совсем. Я создаю свои GPT в чате GPT, да, пишу инструкции, и по моим инструкциям у меня чат GPT выдает готовый анализ договора, например, да. Ну, у меня с моей профессиональной точки зрения это нужно. По моей инструкции у меня чат GPT пишет претензию. Поэтому меня не интересует абсолютно ни дизайн, ни, простите, там, фотография, да. Я гуманитарий, приземленный человек. Поэтому, если это курс промптинг для картинок, ну, то вы скажите сразу, да, то есть я нахожусь не там, где надо. И это будет нормально, потому что я не хочу потом в конце курса понять, что я взяла то, что мне давали не то, что мне нужно. Ну, смотрите, Дарья, у нас по тематике курса мы затрагиваем вообще, в принципе, все сферы. То есть сначала у нас идет что-то более текстовое. Как раз-таки текстовые промпты, текстовая история. То есть очень много всяких нейросетей касательно текста. Потом у нас идет, конечно же, копирайтинг. Копирайтинг. Очень много всяких разных нейросетей для копирайтинга, анализ текста, дописывание текста. Не знаю, да, просто какое-то огромное количество там всего, связанное с текстом. Понятно, да, что есть возможность загрузить условно какой-то шаблон, ну, в плане текстовый шаблон, и из этого что-то получить. Поэтому что у нас еще есть? Все так же у нас там где-то есть продолжение генерации текстов. Мы постепенно начинаем мешать с генерацией изображений, потому что есть текстовые нейросети, внутри которых уже, в общем-то, есть возможность генерировать какие-то изображения. Потом, да, у нас три занятия будет по большей части, которые привязаны к изображениям. К изображениям, то есть мы начинаем от самых простых, в общем-то, нейросетей для этого создания, ну, и вплоть до суперпродвинутого инструментария для того, чтобы, в общем-то, создавать там как раз-таки мега-большие промпты и так далее. Ну, и последнее у нас занятие, такая самая, наверное, ну, я бы сказал, вроде как самая интересная тема, но при этом она немножко грустная, потому что довольно мало всяких разных нейросетей инструментов, ну, хороших, я имею в виду, это музыка. То есть музыка, всякие разные видео, вот это все. Это уже у нас там под конец идет. Но то, что первые четыре занятия, это у нас будет генерация текстов, копирайтинги, это 100%. Очень много платформ, очень много всяких разных нейросетей, я вам показываю. Так-то да. Ну, и, конечно же, ко всему этому прилагаются промпты. Плюс мы, во-первых, сами будем на занятии сидеть, составлять какие-то промпты для того, чтобы получить какой-то результат. Плюс у меня есть своя какая-то наработанная база с промптами, там, условно для того, чтобы план занятия составить. Просто если попросить нейросеть сделать там, не знаю, какие-нибудь занятия на тему, он сделает занятия на тему, но не разобьет это время по часам, не сделает никакие паузы, ничего. То есть вот такие моменты у нас будут. Поэтому, если интересно, то есть мы от одного к другому переходим, для того, чтобы не застревать конкретно на одном туре. Я уверен, что с первых четырех занятий точно подчеркнете то, что вам надо. Пожалуйста, еще домашнее задание и тайминг уроков. Тайминг занятия, ну, смотрите, у нас занятие идет 3 часа, то есть с 7 до 10. Также у нас есть регламентированный перерыв, 20 минут. Мы можем его как разбить на две части, так можем и одно полноценное. Обычно первый перерыв я беру где-то в 20-30, ну, и второй уже ближе к концу, для того, чтобы тоже, в общем-то, была возможность передохнуть. Обычно я разбиваю на две части по 10 минут. Что касательно домашнего задания, домашнее задание, так как у нас что-то не жутко техническое, и цели у каждого из нас на занятии разные, поэтому домашние занятия у нас по большей части творческие. По опыту с прошлого занятия скажу, опять же, все занимаются тем, что им нравится. То есть, если условно человек пришел генерить стихотворение, я ему даю домашнее задание загенерить какую-нибудь крутую статью, ну, как бы ему это не особо будет интересно делать, он творческий человек. Поэтому занятия, так сказать, у каждого, по большей части моя задача, в общем-то, показать и показать примеры, затронуть очень много разных сфер. А потом обычно было такое, что люди приходили и на следующие занятия рассказывали о том, что у них получилось, какого они результата добились, плюс показывали мне какие-то примеры работ. Вот человек задался целью, говорит, хочу написать диплом. Ну, на занятии, конечно же, не буду я писать диплом правильно. Он решил просто пример. Он там давно уже закончил, вот, понадобился ему диплом. Он получил задание, в общем-то, сделать диплом. Но он его сделал к концу курса. То есть, как-то так. Финальная работа будет? Финальная работа. Так у нас с вами не какая-то техническая история. То есть, мы же не программируем. Финальное задание, опять же, можно оставить у каждого свое. Вот человек на протяжении всего курса делал диплом. Другой человек на протяжении всего курса делал какие-то картинки для веб-дизайна. И в конце у него получился, в общем-то, сайт неплохой фигме. Ну, имеется в виду макет сайта фигме. То есть, каждый ставит здесь свои задачи. И если у нас будет одна задача, то я сомневаюсь, что кому-то будет интересно. Кто-то пришел сюда знакомиться с чем-то или узнавать что-то новое. Поэтому как-то так. Спасибо. Хорошо, спасибо большое вам. Так. Последний человек, Юля. Вижу, вы здесь. Давайте с вами поговорим. Да, добрый вечер. Слышно меня? Добрый, да, слышно. Ну, вот я как раз по картинкам. Меня больше интересуют именно иллюстрации. Какое-то период времени я думала уйти в иллюстрацию диджитал. Ну, там как-то не сложилось. Но это вот нейросети попались. Очень интересный вариант предлагают. Вообще возможности совершенно другие. Не такие, как у иллюстраторов, которые работают с живыми материалами, так сказать. Не диджитал даже, уже другие. Совершенно можно делать картинки. То есть вот и вопрос больше всего интересует авторских прав, коммерческое использование. Наверное, сейчас это самый болезненный вопрос именно при использовании нейросети. сети, потому что сейчас как бы все общее, права на картинки, на, ну, даже видео, если какие-то там нейросети умеют это делать, больше принадлежат разработчикам или, ну, как вот, как Яндекс пишет, это собственность Яндекса. все вот эти вот картинки, короче, весь этот продукт, так сказать. Ну, вот интересно, как это можно обойти, ну, и для коммерции использовать. Угу, я вас понял. На самом деле, я где-то пару статей точно читал. Опять же, ну, касательно картинок, насколько я помню, в общем-то, изображение создает все-таки не человек, а, да, компьютерная программа. В общем-то, где-то я даже... Сейчас я попытаюсь статейку найти. В общем-то, насколько я помню, да, все, я нашел. Я, конечно, с юридической точки зрения это прям точно не знаю, но, но... Картинку создает не человек. И, в общем-то, мы не можем говорить о каком-то творческом, да, там, характере, пока нейросеть, в общем-то, не признает существом или сознанием. Я не спорю, что, возможно, какая-то компания захочет вот свои... сделать свою нейросеть, и, возможно, будет добавлять какой-то водяной знак, да, или еще что-то. И, конечно, тогда это будет считаться какой-то интеллектуальной собственностью, или как это еще можно назвать. Но как-то до этого ни разу не слышал, чтобы какие-то штрафы приходили, и все. То есть люди спокойно делают какие-то, в общем-то, коммерческие вещи. Сильно, сильно... И заморачиваются. Да, да, и сильно не заморачиваются. Ну и плюс, опять же, касательно вот... Я говорю, я просто больше по какой-то части с разработки, да, там какие-то примеры с фигмой и прочее, ну, сделать несколько SVG каких-то иконок, или еще чего-то. Они вон везде, повсюду в интернете, в открытом доступе. Там еще, в общем-то, попробуй. Но где-то пример слышал? А, да, замечательная MidJourney. Есть такая нейросеть для генерации картинок, самая известная, наверное. Она вышла раньше всего, и это, в общем-то, MidJourney. Все-таки она немножечко уделяет внимание коммерческому использованию. Там есть такое дело, что если нет подписки, если нет подписки платной, то, соответственно, можно использовать только в некоммерческих целях. А, соответственно, если платишь за подписку, то можно использовать как угодно. Конечно, да, правообладатель вправе взыскать убытки и так далее. Но вероятность, опять же, супернизкая, потому что, во-первых, заметит ли правообладатель это нарушение, да, если с какой-то иностранной компанией мы работаем, то хорошо, да, это еще возможно заметить. Потом, во-вторых, захочет ли правообладатель взыскивать эту самую плату. То есть это с генеральной нейросетью, а не какой-то прям человек сидел, рисовал. Понятно, что если с какого-нибудь, я забыл этот сайт, ну, это не Pinterest называется, где люди сами, в общем-то, рисуют и что-то выкладывают. То есть если их использовать в коммерческих целях, то да, там человек заморочится. А здесь никто сильно заморачиваться не будет, спокойно можно использовать. Но, в крайнем случае, можно будет просто это удалить и перегенерировать картинку заново. Ну, просто вопрос со стоками, например, как они там сейчас к этому вопросу относятся. Какие-то стоки, наоборот, искусственный интеллект, вот эти картинки сгенерированы, они продвигают. Кто-то может просто заблокировать в портфеле, сказать, что, ну, вот так, вы там нарушили правила. То есть там уже не докажешь, что, как бы, все общее, или это только мое. Ну, то есть там какие-то, у них свои механизмы, к которым они свои критерии, когда они определяют это, насколько, ну, например, я как являюсь автором данной иллюстрации. Ну, вот вопрос в этом, чтобы потом как-то не попасть, даже если я там переделаю картинку, они там скажут, а, это там сгенерировано. Вот, что-то так. Нет, ну, если переделать, так всегда же таким способом обходили, в общем-то. Как-то что-то дополнительно дорисовать, и все. Ну, да, изначально было, но это же будет считаться как. У нас была какая-то штука, называется. Ну, когда мы на основе чего-то, в общем-то, делаем. Да, у нас какой-то референс, условно, был, и все, и можно спокойно, в общем-то, использовать. Ну, да, все равно я согласен, что есть там у нейросетей какие-то свои такие приколы, но не знаю, по крайней мере, я еще ни разу не слышал, чтобы из кого-то прямо взыскали, чтобы правообладатели нейросети обратились в суд за то, что кто-то использует в коммерческих целях их картинки. Вот. Вот я точно никогда не слышал. Знаю, что такие положения есть. Как минимум мы будем проходить, ну, не миджорни, а фьюжен брейн, это, насколько я знаю, российская нейросеть. Вот там я тоже слышал, что в положении вроде бы что польское соглашение запрещает продавать сгенерированные изображения, но, опять же, если, хорошо, если размещать в публичном доступе, то вероятность повышается. Если нет, ну, на плакате где нет. Ну, на плакатах у нас размещают ты в фотографии Анжелины Джоли, держащей шаурму. Поэтому, в общем-то, ну, да, ну, вот у Яндекса тоже в пользовательском соглашении, что коммерческое использование запрещено. То есть там, если хочешь в коммерции использовать, там пишешь им запрос, но не более 10 иллюстраций можно запросить для использования. Ну, этого они там будут рассматривать. Ну, наверное, насколько там крутые иллюстрации, я не знаю, по какому критерию они будут это определять. Вот. Ну, то есть, то есть как-то так. Ой, да, конечно, это, это все юридическая история. Но я признаюсь честно, да, я в коммерции, конечно же, это все не использовал, просто что-то где-то слышал, что-то читал, ну, потому что на самом деле интересная тема. Точно такая же интересная тема, как и тема с защитой данных в нейросетях. Там тоже все очень, так сказать, гибко, и все очень плавает. То, что мы отправляем в нейросеть, это может вполне оказаться в публичном доступе. Это такая история. Да, мы не можем использовать ничего из нее в коммерции в публичном доступе, а, соответственно, там можно забрать наши данные. Ну, будем. Все равно, в любом случае, я еще какие-то, в общем-то, истории почитаю, посмотрим, может лицензионные соглашения, еще что-нибудь найдем. Посмотрим, как это тоже можно обходить. Вполне я уверен, что можно взять одну нейросеть, сгенерить в ней картинку, закинуть в другую нейросеть, попросить перерисовать. Ну, не то, что перерисовать, а дополнить, скажем, эту картинку. И тут по итогу получатся две нейросети, но неужели правовладатели двух нейросетей захотят к нам обратиться? Обратится кто-то третий, с которым... Да, конечно, это все юридическая история. Но я признаюсь честно, да, я в коммерции, конечно же, это все не использовал, просто что-то где-то слышал, что-то читал, ну, потому что на самом деле интересная тема. Точно такая же интересная тема, как и тема с защитой данных в нейросетях. Там тоже все очень, так сказать, гибко, и все очень плавает. То, что мы отправляем в нейросеть, это может вполне оказаться в публичном доступе. Это такая история. Да, мы не можем использовать ничего из нее в коммерции, в публичном доступе, а, естественно, там можно забрать наши данные. Ну, будем. Все равно, в любом случае, я еще какие-то, в общем-то, истории почитаю, посмотрим, может лицензионные соглашения, еще что-нибудь найдем. Посмотрим, как это тоже можно обходить. Вполне я уверен, что можно взять одну нейросеть, сгенерить в ней картинку, закинуть в другую нейросеть, попросить перерисовать. Ну, не то, что перерисовать, а дополнить, скажем, эту картинку. И тут по итогу получатся две нейросети, но неужели проволонатели двух нейросетей захотят к нам обратиться? Обратится кто-то третий, с которым совпадет эта картинка, скажет, а вот у нас там такой вариант уже есть. Потому что картинки, они, как правило, тоже не очень, они уникальными получаются. Они такие какие-то, ну, пока однотипные, может это со временем что-то изменится. Но сейчас видно, что как там промпт этот не пытайся писать, либо просто ошибка выходит, там просто монстры какие-то бывают, либо просто по шаблону. Ну, это просто надо, так сказать, там есть два варианта промпта при генерации картинок. Это позитивный промпт и негативный промпт. Ну, как бы сказать, позитивный. Это основной промпт, то, что мы хотим сгенерить. Но негативный промпт как раз-таки убирает в SEO историю, связанную там со страшными лицами, с тройными пальцами или там какими-то ступнями непонятными. То есть, да. Такая история. Ой, хорошо. Хорошо, Илья, я вас услышал. Тоже почитаем, что-то дополнительно расскажем. Ну, и опять же, да, на картинке у нас отведено. Будем идти от самого, в общем-то, низа и немножечко вверх перебираться. Ну, это, скажем, от самой простой генерации к более сложной. Так, тогда спасибо всем за, в общем-то, за разговор. Я понял ваши цели. У всех они, конечно, разнообразные. У всех они интересные. Я уверен, что каждый в этом курсе найдет то, что ему, в общем-то, по душе. И я покажу хорошее количество инструментов, да, большое, которое поможет вам в вашем, в общем-то, каком-то творческом или не совсем творческом пути. Да, Вел, ты, по-моему, вопрос хотел задать, нет? Нет. Нет. Да, я просто увидел, что микрофон замещался. Хорошо, давайте тогда с вами немножечко, ну, такой, наверное, душноватой теории, да, для того, чтобы, в принципе, разобраться. Это, конечно, не техническая часть, то есть мы не сильно будем что-то сидеть и, условно, там, кодить, да, разбирать. Мы посмотрим в общем и целом, как это работает и потом попереходим в несколько нейросетей. Пока что просто в таком самом обыкновенном режиме попробуем несколько промптов. Может быть, у кого-то сейчас свои идеи возникнут, да, что-то написать. Возможно, кто-то захочет дополнить тот промп, который я буду писать. То есть у нас, в общем-то, как я говорю, пространство для творчества просто огромное. Давайте, да, самое первое, в общем-то, да, по нашему плану. Как мы, кстати, знаем, нейросети на месте не стоят, поэтому все будущие, в общем-то, планы, которые, ну, план, который у нас был изначально, да, я его немножечко дополнил, потому что понатыкался на интересные довольно-таки нейросети, да, интересные какие-то возможности и тоже вам захотелось это показать, поэтому с прошлых этих, в общем-то, он немножечко обновился. Но все, что было, все оно остается. Единственное, что сверху добавляется еще. В общем-то, пробежимся с вами сначала по основным понятиям, да, что такое нейросети, зачем они нужны, хотя, я думаю, вы и так знаете, да, зачем они нужны. В общем-то, немножечко буквально теории, как они работают, потому что, ну, углубиться, это довольно-таки сложно. Да, я с нуля нейросети не разрабатывал. Я просто делал, так сказать, мосты, которые помогают соединять мое приложение с нейросетью. Зачем это надо? Ну, для того, чтобы я мог у себя локально, условно, где-то делать запросы. Даже я так скажу, но мы когда до этого дойдем, я расскажу одну историю. В общем-то, дальше немножко посмотрим на нейросети для генерации текста, потом разберем немножко шаги, как они именно генерируются, да, потом нейросети для генерации изображений, туда же я включу распознавание изображений, потому что всем же интересно, да. Как минимум, когда мы снимаем на кого-то на телефон, у нас телефон автоматически определяет, где лицо человека, и на нем, в общем-то, делает фокус. Это тоже все нейросети. Дальше немножечко пробежимся о нейросетях в повседневных задачах. Задач много. И, в общем-то, процесс обучения нейросетей тоже немножечко расскажу. Интересная тема. Не буду прям, опять же, супер углубляться, да, там прям все инструменты показывать, просто скажу, как это делается, как они обучаются, и, в общем-то, это так. Давайте тогда самое первое, в общем-то, основные понятия, да, у нас нейросеть. Вот даже по картинкам, даже по картинкам. Тут все на английском, да, сделал специально на английском. Ладно, что чуть не специально по английскому, просто это была, на английском это просто была самая, наверное, адекватная картинка. Вот так внешне, да, я не спорю, что кодом не особо понятно, но, может быть, кто-нибудь заметит, на что оно похоже. Вот что слева и что у нас справа? Дозрение. Ну да, можно, конечно, было бы сказать, что это какой-то глаз и что, но нет. На самом деле, это, в общем-то, пример реального нейрона. Реального нейрона, в общем-то, в человеческом мозге. Если простыми словами, нейрон — это как маленький биологический строительный блок в нашем мозге. В компьютерных же системах нейрон выполняет роль информационного обработчика. Получил инфу, обработал что-то на выход, в общем-то, отдал. Так, давайте я вам, наверное, я вам вот так лучше покажу все эти картинки, там все на английском, поэтому давайте здесь. Здесь я, в общем-то, чуть более подробно это делал. В общем-то, давайте начнем с весов немножечко, да, справа налево. Ну ладно, хорошо, про нейрон мы уже рассказали. Веса. Простыми словами, веса — это важность, которую нейрон придает входящей информации. Как если бы у нас были кнопки с разными венесами, и нейрон решает, какую кнопку нажать сильнее. То есть, если эта информация более важная, чем та информация, пожалуйста, мы, соответственно, на выход запускаем ту информацию, которая более важная. Ну или, не знаю, которая стоит на первом месте среди всех задач, что же она ее почему-то выкинет на первое место. Дальше эта функция активации тоже, если пробежаться простыми словами, это как фильтр в нейроне, который решает, должен ли нейрон включиться и передать информацию дальше. В смысле, это как решение, принимаемое на основе входящих данных. Давайте туда дальше. Как, в общем-то, они работают, зачем они нужны, все у нас это, в общем-то, будет в одном слайде. Да, тут написано, что небольшой мимо приложил. В общем-то, зачем нам нужны нейросети? Да, понятно, каждый сейчас сказал, зачем они ему нужны, но, если так пробежаться, да, нейросети, на самом деле, способны эффективно решать какие-то сложные задачи, которые трудно или невозможно решить с использованием традиционных методов. Это может включать в себя распознавание образов, обработку естественного языка и многое другое. Что касаемо распознавания образов. Эта история, да, как я уже сказал, есть, в общем-то, в камерах любого, когда определяется, где лицо, и на это лицо ставится фокус и так далее. А потом такая же функция, ее добавили, возможно, замечали в социальных сетях. В социальных сетях, когда выкладывается фотка, не знаю, в Фейсбуке не сижу, но вроде в Фейсбуке такая же история есть. Раньше когда-то в ВК люди на фото, то есть такая же вещь была. В общем-то, нейросети определяют. Плюс распознавание образов, всякие разные Face ID. Понятно, что там есть просто база с фотографиями, но надо же взять, надо же сопоставить. Вы же сегодня можете быть в очках, а завтра прийти в наушниках, и нейросеть должна определить, и вы это, и ли не вы. Дальше автоматизация какая-то, оптимизация, да, то есть в сферах производства, логистики, финансов и многих других, нейросети используются для автоматизации процессов и оптимизации бизнес-процессов, что, в общем-то, приводит к повышению эффективности и какому-то снижению затрат. Что касаемо какой-то логистики, как доставить из пункта А в пункт Б, понятно, мы и так все знаем, да, но условно где остановиться, что сделать, как лучше проехать, плюс анализировать там условно какую-то ситуацию, ну, описать не совсем какую-то ситуацию, да. Не все нейросети согласны с этим справиться. Сейчас перейдем, в общем-то, я вам дам демонстрацию с нейросетями, я вам покажу, почему не все нейросети справятся с какими-то прям задачами, исходя из текущего момента времени. Следующее, повышение точности прогнозов, то есть в области анализа данных и машинообучения нейросети улучшают точность прогнозов, способны выявлять скрытые закономерности данных и предсказывать, возможно, какие-то тренды с высокой точностью. Да, согласен, в общем-то, это работает. Ну, я уверен, что если нейросеть накормить данными за спортивные события последних, там, не знаю, 50-60 лет, то она, хотя нет, 50-60 лет – это много. Давайте брать меньше, давайте лет 20 брать, а лучше 15. Все спортивные события какой-то конкретной команды, то она, мне кажется, предскажет. Дальше диагностики заболеваний, да, в медицинской сфере мы тоже применяем. Ну, и плюс какое-то создание новых продуктов, сервисов, то есть у нас есть какая-то технологическая индустрия, да, нейросети используют для разработки национных продуктов, сервисов, голосовые помощники, система автономного управления и так далее. Голосовые помощники, все, наверное, видели уже до рекламы из любого чайника, про Алису. Про Алису нейросеть, согласен, не самая, наверное, лучшая нейросеть. Я вам покажу тоже почему. Ну, пощелкаем ее, потом попробуем. Ну, и голосовые помощники, да, он, конечно, на нейросети. У нас есть такой голосовой помощник, это еще Siri есть. Не знаю, включили ей сейчас искусственный интеллект или нет, потому что если не включили, то все, она такая же грустная, какой и была несколько, в общем-то, лет назад. Так, давайте тогда. У нас следующий переход, это нейросети для генерации. Кстати, если у кого-то какие-то вопросы есть, можете нажимать поднять руку, да, для того, чтобы я знал, что у вас какой-то есть вопрос. Можете написать в чат. В чате у меня тоже появится уведомление. Спасибо. 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 Спасибо.